МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно был газ, читают инструктаж о пожарной безопасности, если вдруг электропроводка не выдержит нагрузок. В Туве полицейские ищут сбежавшего короля. На его поиски при содействии нашей телерадиокомпании отправилась съемочная группа программы Вести дежурная часть. Родившиеся в черногорской семье тройняшки приковали внимание журналистов. И потому что случаи в республике редки, и потому что теперь оплачиваемы из бюджета. Немецкие улицы в собачьем приюте или что удалось создать на новом месте? Больше четверти века Светлана Коновалова живет тем, что создает условия для жизни для кошек и собак. В состоянии растерянности и недоумения провели эту неделю жители населенных пунктов республики, в которых отключено централизованное газоснабжение. Они до последнего не верили в то, что это произойдет. Теперь чувствуют себя обманутыми и беспомощными. Говорят, чиновникам легко сказать, переходите на маломощные двухконфорочные электроплиты. А многие абоненты специально под газовые обустраивали свой кухонный интерьер и тратили на эти новые газовые плиты немалые деньги. Например, Олеся Шелковникова из села Подсинее заплатила за это 25 тысяч рублей всего месяц назад. Кстати, в Подсинем на этой неделе начали раздавать памятки о пожарной безопасности, потому что все переходят на электроплиты. И, видимо, чиновники не уверены, что нигде ничего не перегорит и не замкнет. Чтобы дойти до каждого жителя всех пятиэтажек Подсинева, противопожарной службе Алтайского района понадобился маленький отряд. Его собрали из добровольцев, школьников и студентов, привлекли местную администрацию и представителей управляющих компаний. Юные пожарные раздавали жильцам памятки, тем самым подтверждая людские опасения, что проводка может не выдержать. Параллельно с противопожарной службой по квартирам ходили представители жилинспекции. Их задача была визуально проверить состояние электрощитков и зафиксировать количество электроприборов в каждой квартире. Собранная информация позволит сделать вывод, выдержит проводка повышенную нагрузку или нет. Люди устанавливают и электробойлеры, и чайники, естественно, пользуются в настоящее время. То есть нагрузка на сеть возрастает, поэтому пока вопросы остаются еще о безопасности эксплуатации. Предприятие «Хаказгаз» уже полгода в стадии банкротства. Скорее всего, жители об этом и не подозревали. Люди до последнего продолжали покупать новые плиты и по настоянию газовщиков устанавливать недешевые счетчики. Плита 20 тысяч. Мы когда переехали сюда, нам сказали ставить счетчик на газ. Мы поставили. Мы не могли долго дождаться газосварщика, чтобы он нам это установил. Установили. Прошло буквально дней 20, и они сказали, что банкроты. Могли же ведь и заранее предупредить, что обанкротится сейчас. Маленько там подождите как-то, решится проблема. Решится, потом поставить счетчик. Немалые деньги тоже 5 тысяч. Мне это в копейку уходит. Я одна, у меня твой маленький детей. Оставшимся без газа рекомендуют приобретать маломощные электроплиты, но последние в основном китайского производства, что не добавляет людям уверенности в их безопасном использовании. Пожарные сами подтверждают, что электроприборы – частая причина пожаров. Все хотела бы добавить. По Алтайскому району у нас рост пожаров, связанный с нарушением правил устройства и эксплуатации, как раз касается электрооборудования. Каждому жителю многоэтажек еще раз напомнили, как вызвать спасателей или пожарных с мобильного телефона. Как выяснилось, большинство взрослого населения, тем более пожилые, не знают, как это делать. От волнения, которое при пожаре вполне допустимо, могут позабыть и номер стационарного телефона. Не знаю, как позвонить, если вдруг... Нет, 0,1. Нет, необходимо запомнить, что 0,1, тем более сейчас такая ситуация. Из сотового телефона всегда у вас под рукой. 0,1 звездочка, 0,10 или 112. Олеся Калинченко, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия, события недели. Один из непременных атрибутов зимы – снег, накрыл на этой неделе почти всю республику. В поселке Шира как раз в это время спохватились, что пора готовиться к холодам, то есть к отопительному сезону, пришлось объявить чрезвычайное положение, поскольку жители двух улиц поселка с централизованным отоплением мерзнут в собственных домах. Тепла нет с начала отопительного сезона. Причина – практически стопроцентный износ сетей. Совпадение или нет, но именно во время визита нашей съемочной группы в Шира нашлась необходимая сумма денег на ремонт коммуникаций. В этом убедились корреспондент Константин Кравцов и телеоператор Сергей Казмин. Погода в доме пенсионерки Любови Гераськовой зависит от погоды на улице. В этом году батареи в комнатах так и не ожили. От холода бывшего учителя английского не спасает и маленькая печка. Очень холодно. У нас каменные стены, и поэтому и нагревается быстро, и остывает быстро. Я с 3 октября не знаю, что делать. Вот так вот. В холодном плену оказались жители двух улиц Шира имени Курчатова и Шевченко. Во всех бедах люди винят сельсовет и местных коммунальщиков. Как выяснилось, проблема зарыта в земле, где топоры в трубы. Сложившейся ситуации можно было избежать, уверены люди, проведя еще летом нужный ремонт. Они не говорят, что мы будем делать, но не говорят когда и ничего не делают. Есть вопросы. То есть замкнутый круг. Вроде бы и не отказывают нам, но и в то же время ничего абсолютно не делаем. Ну, сейчас уже зима, снег вот идет. Мы даже не знаем, к кому обращаться. Пойдет в ЖКХ, где деньги платят. Они говорят, мы ничего не знаем. Понимаете, даже я позвонила, вот я же говорю, звонила Ковалев, он говорит, все сделаем. Позвонили Гончарова, сейчас Ковалев вроде бы в отпуске, я не знаю. Отпуске до 6 ноября. Вот, он говорит, даже это ваши проблемы. Центральное отопление в Ширинские двухквартирки проводилось два десятка лет назад. И за это время ни одного капремонта сетей. В первую очередь заменить нужно около 300 метров магистрали. По счастливому совпадению, именно сегодня сельские власти обнаружили необходимые для ремонта миллион 200 тысяч. Деньги выделены, работы начнушь буквально сегодня, после обеда. Буду скрывать теплотраж и менять полностью трубопровод. А когда можно людям тепло в домах? Ну, в течение, наверное, недели этой. Ну, как, недели, полторы. Самая большая. Ситуация в Шира, к сожалению, довольно типичная. Проблема начинает решаться, когда доведена до крайней точки. В поселке уже во всю зима. И несмотря на обещания коммунальщиков, замерзающие люди намерены искать виновных. Они уже обратились за помощью в прокуратуру. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. На этой неделе между правительством Хакасии и Почтой России подписано двустороннее соглашение, которое поможет сохранить в республике почтовые отделения в том же количестве, не сократив ни одного. В том числе в отдаленных и малонаселенных деревнях. В республику специально прибыла заместитель генерального директора федерального предприятия Почта России Нина Фитисова. В рамках соглашения предусматриваются совместные меры по реконструкции объектов почтовой связи, увеличение объема и повышение качества услуг. Не исключено, что часть стационарных пунктов заменит почта на колесах. Но услуги почтовиков должны быть доступны. Особенно там, подчеркнул глава Хакасии, где уже не осталось никаких других услуг. Поскольку теперь такие пункты своего рода многофункциональные центры. И с торговлей, и с возможностью перечисления платежей. Мы будем готовы нести и финансовую нагрузку вместе с вами, и взять некоторые вещи. Я даже понимаю, когда у вас очень трудно было по заработной плате, содержать на 50 человек отделения связи, почты там, это сложно. Но я ни разу не слышал, чтобы почтовики сказали, мы бросим и уйдем. Вот, Виктор, вот за это вам тоже. То есть хорошо, что вы понимаете, сегодня, вот когда я говорила о 42 тысячах отделениях связи, ровно треть отделений связи является у нас убыточной. Но мы за все это время не закрыли ни одно отделение связи. Сегодня в республике 134 почтовых отделения. Подписанное соглашение гарантирует, что эта цифра останется прежней. А вот зарплату почтовикам обещано поднять. У нас есть приятная новость. Мы подвели свои итоги, вот сейчас уже ожидаемые итоги за 2013 год. Сейчас формируется бюджет 2014 года. И мы можем сегодня уже сообщить для всех почтовиков России, и в том числе для почтовиков Хакасии, о том, что с 1 февраля мы поднимаем заработную плату на 15%. Понятно, может быть, это и не такая высокая заработная плата, но с чего-то надо начинать. Пришлось ждать целый год, когда в республике появится семья, которой положена единовременная выплата из бюджета за рождение тройняшек. Она была введена в республике в прошлом году. А тройня, мальчик и две девочки, в семье Мешковых в Черногорске появились на свет в конце нынешнего лета. Совсем недавно они были выписаны домой, и на этой неделе семья смогла принять в своей квартире представителей СМИ, которых оказалось немало. Это и понятно, событие неординарное, потому что сегодня в Хакасии живут всего три подобных семьи. Такая суета в семье Мешковых теперь постоянно. Заботы и радости на себя разделили все члены семьи. Старшие дети первые помощники. Восьмилетний Максим практически сразу ощутил себя старшим братом, как перестал высыпаться. Сверху вода не высыпался, заснуть не мог. Когда мама уходит куда-нибудь, в магазин, они орут громко. Папа справиться не может уже, меня зовет. Доверить детям совсем крох сегодня уже можно. Сева, Вика и Ева изрядно окрепли и набрали вес. А поначалу, вспоминает мама, малышей меньше двух килограммов даже самим было страшно брать на руки. Впрочем, освоились и к трудностям привыкли быстро. О том, что станут родителями в Кубе, узнали в самом конце беременности. Сначала я не поверила вообще врачам. Я говорю, ну, чтобы они там получше посмотрели, может что-то ошибаются. Но оказалось, что не ошибаются. Сразу там на особый контроль поставили. То есть постоянно больницы, там УЗИ смотрели. Ну, конечно, врачи у нас молодцы в женской консультации. Спасибо им огромное. Вот. Хотели вообще отправлять в перинатальный центр. Но в Красноярске нас не приняли. Мы рожали здесь. Ну, нам здесь неплохо было. Я, в принципе, даже и не хотела ехать там куда-то в Красноярск. Потому что здесь уже всех врачей знаю, уже как-то и доверяю им, и все. Сегодня первые приятные бонусы к своей многодетности Мешковы уже получили. За рождение тройни от республики выдали 100 тысяч рублей. Помогут оплатить и няню в месяц. Будут выделять чуть более 4 тысяч. Коммунальные услуги тоже станут дешевле на 50%. Положен и материнский капитал 408 тысяч рублей. Но и это еще не все. Дополнительно к нему региональный материнский капитал в размере 100 тысяч. Региональный материнский капитал семья может направить на улучшение жилищных условий, на обучение детей и на лечение детей. На такую поддержку от государства 14 лет назад аваканская семья Мироненко и не рассчитывала. Впрочем, рождение близнецов незамеченным не осталось. Так же, как и другие важные события в их жизни. В нашем архиве сохранилось уникальное видео. Тройняшки идут в первый класс, в 25-ю школу. Рядом родители, первые учителя и одноклассники. Сегодня, спустя 7 лет, девочки учатся в той же школе. Их необычность не стала для них проблемой. Девочки очень общительные, в классе множество друзей. Которые, кстати, их уже не путают. Сначала их было очень тяжело различать. И, конечно, они близняшки, поэтому... Но в следующие уже годы, в 6-7 класс, мы все научились их различать. Не только по одежде. Одна придет в брюхах, другая в юбке. Не по резинкам для волос, как мы различали в пятом классе. Сейчас мы уже различаем их по лицам. Мы привыкли к ним, у них уже абсолютно разные лица. Как и характеры. Кто-то активнее, кто-то поспокойнее. Но все любимицы учителей. Потому что своей уникальностью никогда не пользовались. Очень тоже иногда получается распознать, кто. Просто уже знаю, где кто сидит. Но в этом году уже один раз было. Обращаюсь к Ире, а там совсем не Ира, а Наташа. Но так они не пользуются, конечно. Привыкли девочки и к тому, что любая их прогулка заканчивается порой шепотом за спиной. Выходишь просто все время. Танешки, танешки. Смотри, близняшки. Особенно если в школе тебя все время запоминают. И одна кто-то из нас идет. Смотрите, это одна из тройняшек. Отвечая на самые популярные вопросы близнецам, девочки признают все правда. И то, что хоть иногда и ругаются, друг без друга себя представить не могут. И то, что чувствуют и думают порой одно и то же. Вот она подходит ко мне сзади напугать. Я поворачиваюсь, она тут стоит. Все, мне как-то уже... Что в комнате кто-то есть. Ну, еще был случай, когда мы, например, начинаем говорить, да, посмотрели какой-то фильм и говорим что-то непонятное. Да, и уже понимаем, что мы говорим. Несмотря на такое дружное соседство с самого рождения, дальнейший свой путь в жизни девочки видят по-разному. И образование, и профессия, и личная жизнь. Но это в будущем. А пока еще нужно закончить школу. Дети Мешковых из Черногорска за парту сядут только через 7 лет. У родителей сегодня другие заботы. Нужно увеличить жилплощадь, в планах начать строительство дома. На участке, который тоже теперь полагается им как многодетным. Есть и насущные каждодневные проблемы. Одна из них – отсутствие коляски для прогулок. Специальная трехместная стоит около 80 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъемная. Впрочем, этой проблемой уже озадачены специалисты Министерства труда и социального развития. Уникальной семье обещали помочь. Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. В соседней с Хакасией республики, в Туве, полицейские разыскивают короля. Именно такой титул негласно носит мэр города Агдавурак. Впрочем, произносят его имя местные жители со страхом. На территории, вверенной градоначальнику, действуют слишком жестокие порядки. Вступают они в противоречие с законом, подпадают под уголовную статью, от чего и попал король в поле зрения оперативников и пустился в бега. Как выяснила корреспондент программы «Вести» дежурная часть Елена Ерофеева, сняв репортаж в Туве при содействии нашей телерадиокомпании. Вы вот этого человека знаете? Корол это... Корол! Уже неделю Шалбана Оржика, короля, как называет своего мэра, жители Тувинского города Агдавурака, разыскивает полиция. За высоким забором скромного королевства таинственная тишина. Соседи не проходят, пробегают мимо. А из 42-го дома давно видели обитателя? Нет, нет, нет. Шалбана Александровича назвали королем не случайно. Избранный три года назад мэр вел себя соответствующе. Хотел – миловал подданных, а хотел – наказывал. О жестокости Оржика ходили легенды. Мол, глава города похищает людей, избивает до полусмерти и требует денег. Следователи выяснили, что мифы основаны на реальных событиях. Лицо, облеченное властью, являющееся должностным лицом, вот, однако в настоящее время нами преследуются за совершением особо тяжкого преступления, а именно похищения человека, вымогательства, и который объявлен в розыск. Наш собеседник – один из тех, кто был похищен Шабланом Оржиком в сентябре этого года. Король обвинил его в краже лошадей и долго выбивал признание. Это, прежде всего, мэр города Агдаурака, его отец, младший брат, родной брат мэра города Агдаурака, и родной брат отца мэра. Они избивали, заставляли признаться пистолетом, и говорили, что они короли от Кожуна, и никто не поможет, даже полиция. Мужчине сломали ребра и обязали в недельный срок выплатить оржиком 100 тысяч рублей – компенсацию за украденных лошадей. Вместе с ним гнев короля на себе испытали еще двое жителей Агдаурака. Следователи уверены – пострадавшие, непричастны к краже лошадей, и попросту были похищены под надуманным предлогом. Показательные расправы по оперативной информации властелин города практиковал не меньше 10 лет. Обычно все происходило на базе гортопа, расположенной на окраине города. Высокий забор скрывал все происходящее здесь от посторонних глаз. Обычно сюда вывозили оржики людей, и вот на этом пятачке выбивали из них признательные показания. Гортоп – объект стратегический. Здесь отпускает местному населению уголь. В Агдаураке и близлежащих селах до сих пор печное отопление. Сторож долго наблюдал за нами из окна своего домика и, наконец, решился подойти. Хотя воровать здесь нечего. Топливо уже несколько дней не завозят. А вы знали, что сюда вывозили людей, над ними издевались здесь? Били, стреляли. Я ничего не знаю. Ну вы же здесь сторож. Ну, сторож, не следите, что ли? Ну, так у вас на глазах... Ну, очень надо охранять недолго. Ну, так у вас на глазах все происходило? Как? Как? Я ничего не видел. 10 октября тувинские следователи возбудили уголовное дело в отношении Шалбана Оржика и его родственников и попытались добиться в суде их ареста. Не получилось. Постановление следователя 10 октября было отменено прокурором Вархипчевского района как незаконное в связи с отсутствием состава преступления, указанное преступление в действиях лиц. Через три дня уголовное дело возобновили, но король Оржик и его брат не стали дожидаться повторного судебного заседания. Скрылись. Прокурор Валерий Ведягин теперь стесняется давать комментарии. В первой редакции уголовного дела ему не хватило показаний свидетелей. Ну, арестовали. Были бы они сейчас под арестом там. Допросили бы остальных свидетелей. А были ли бы они под арестом? Это тоже вопрос. Почему? Ну, неизвестно. Как приняли бы решение все остальные суды. За них я тоже не могу пройти. Найти следы беглого короля мы попытались в городской администрации. Однако, по уже сложившейся традиции, здание стало безлюдным. Едва наша съемочная группа появилась у входа. Все разбежались. Все. Кабинеты резко закрыты. Секретарей резко нет. Замок нет. Никого нет. Администрация пустая. Шалбан Оржик, объявленный в розыск, будто не уезжал из города. На рабочем месте короля все осталось по-прежнему. Идеальный порядок нарушает лишь забытый мобильник да брошенная куртка. Словно Акдовуравский властелин вышел на минуту и в любой момент может вернуться. Ковровые дорожки аккуратно закатаны. Из комнаты отдыха дверь в комнату релаксации с душевой кабиной и гидромассажем. Экскурсию неожиданно прерывает королевская свита. Валович находится в настоящей Венбурговске. Так он же в федеральном розыске, насколько он зависит. Я не буду говорить об этом. У нас работа идет. Мы по своему работаем. Чего, как, все об этом разберутся на этом. Действительно это было или не было? В отпуске он где? Здесь или в Меху? Да. Столовая, принадлежащая семье городоначальника, уже неделю закрыта. Продуктовый магазин тоже. Только двухэтажный бизнес-центр пока работает. Его Оржики сдают в аренду мелким предпринимателям. Здесь магазин одежды и фотосалон. Пока разговариваем с фотографом Александром, появляется женщина. Представляется сестрой хозяина и решительно идет в атаку. Иди отсюда, девушка. Что делаете? Иди отсюда, говорю. У меня... Неудивительно, что жители Агдавурака боятся и слово плохое сказать про своего короля. А вдруг вернется да накажет. Следователи настроены решительно. Они обещают найти беглого городоначальника и лишить его трона. А заодно узнать, сколько еще легенд о расправах над неугодными подданными окажется былью. В самом центре Абакана произошло событие малозаметное, а может быть даже большинством и незамеченное. На перекрестке улиц Ленина и Щетинкина у почтанта появилась скульптура собаки со щенком. И разместили ее там, где находится так называемая касса добровольных пожертвований приюту для кошек и собак. Хозяйка этого приюта, Светлана Коновалова, по-прежнему предана своему делу. Она, так сказать, правозащитник домашних, но бездомных животных. И сегодня создает и улучшает условия для их содержания. Но, несмотря на это, считает, что их популяция должна быть регулируемой. То есть, подход к проблеме должен быть европейского уровня. Миниатюрная скульптура собаки с бронзовым отливом под кассой для сбора помощи и для самой хозяйки этой кассы оказалась полной неожиданностью. Подарок должен быть в знак благодарности от неизвестного автора. И настолько прекрасно сделанное, это сделал какой-то очень хороший человек. В смысле, вы даже не знаете, кто? Анонимно. Светлана приглашает взглянуть, как сейчас живет приют. Здесь, по соседству с бывшим поселком Сахарный, 4 года назад ей удалось выбить у властей 5 гектаров пустыря. А до этого, больше 20 лет, все хозяйство ютилось на 12 сотках в жилом районе села Калинино. Первое и главное на пустыне для гостей не бояться. Только выйдите сюда и не бойтесь. Сходите. Честно говоря, вся экскурсия по приюту прошла в состоянии страха, потому что далеко не все питомцы в вольерах. Многие из них по территории передвигаются вполне свободно и в отношении незнакомцев настроены весьма недружелюбно. Светлана создавала приют и чтобы бездомных животных было меньше, и чтобы вообще решить проблему бродячих собак. Говорит, сейчас их здесь порядка 300, но ощущение, что больше. А возможности приюта не безграничны. Но вот очередная партия подброшенных щенков. Люди добрые, некрасиво вести так. Я в том смысле, что нельзя так относиться к нам. Вы нас затюкаете этими щенками. Мы не сможем на ноги встать. Встать на ноги помогает касса для сбора помощи, что в центре Абакана и добровольцы из Германии. Та же улица в питомнике поименована на немецком языке. Дармс, Штрассе, Верена Блюмер, Шольцель и так далее. Улица семьи Дармс. Это люди любящие. К нам помогает женщина. Помогала. Дай Бог ей здоровья. Господи, хоть бы она была жива. Она на аппаратах искусственных. И она, ей показали, и она помогла приюту хорошую сумму. Немецкие друзья не только помогают финансово, но и сами приезжают сюда как волонтеры. Делают все, что необходимо для ухода за питомцами приюта и стерилизуют их. Вопрос в том, говорит Светлана, чтобы не было просто где приютить животных, а чтобы сдерживать их популяцию. Еще и с этой перспективой строится приют. Решение проблемы все-таки в стерилизации. Вопрос в том, чтобы стерилизовать практически всех животных по дворам, вот в Абакане и по организациям. В приюте построена клиника для стерилизации. Осталось ее оборудовать. Со своими питомцами сюда станут приезжать заботливые хозяева. Но кто будет привозить бродячих дворняжек, Светлана уверена, будут. Сейчас есть ветеринарные клиники. И там тоже стерилизуют. Это дорого. Дорого, за тысячу заходит. А вот, например, клиника там на рублевке от двух тысяч. А вы здесь будете... 600 рублей для пенсионеров. Я хотела сделать 800 для таких. А по соседству строится кошкин дом на 200 квадратных метров. Судя по всему, он будет со всеми удобствами. С отоплением и выходом на улицу в просторный вольер. А пока в существующем помещении слишком тесно всем его обитателям. Хотя и здесь имеется выход в сквер. Но в приюте живут надеждой на скорейшее новоселье. Будьте добры, помогите мне профлист закупить, чтобы мне закрыть крышу полностью. Чтобы в зиму мы пошли закрытые. Мне нужно еще 1015 на профлист. В режиме постоянного ожидания не только финансовой, но и вообще, какой бы то ни было помощи, Светлана Коновалова вот уже 27 лет. Именно столько существует приют. Мне сильно тяжело. Другой раз я просто не знаю, что делать. Я просто не знаю, я теряюсь. Потому что что, я старый человек. И даже не в том старая женщина. Что я могу? Я дно могу не бросить. Но все равно перед входом в питомник специальная утепленная будка. Если кто-то подкинет щенков. Лишь бы не бросали на улицы. Содержание приюта для кошек и собак, говорит Светлана, обходится в месяц в 360 тысяч рублей. Из них 300 на корм и ветеринарные препараты. 60 на зарплату четверым сотрудникам. Свою работу Светлана Николаевна не считает и, кажется, не оценивает. Но ценят, судя по всему, другие. О чем говорит с бронзовым отливом скульптура, установленная в центре Абакана. Ровно 30 лет и 3 года в России отмечается профессиональный праздник День автомобилиста. Или, как его еще называют, День водителя. В бытность СССР он отмечался во всех союзных республиках. Теперь, кроме России, еще в Белоруссии и на Украине. Мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этой профессии. И в силу специфики своей работы тоже не можем обходиться без надежных профессиональных шоферов. У меня на этом все. Программу продолжит парламентский дневник. Сегодня вечером «Вести Хакасия» события недели выйдут в повторе на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения. Всего доброго. Прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии поднимут. Насколько? Сумму повышения обсудили депутаты Верховного Совета на этой неделе на президиуме республиканского парламента. В Хакасии более 15 тысяч пожилых людей, которым по закону положена социальная доплата к пенсии, так как она меньше прожиточного минимума. Повышение нижней границы – процедура ежегодная. В этом году прожиточный минимум для пенсионеров составлял 6 059 рублей. В 2014-м эту сумму увеличивают на 4,5%. В итоге минимальная пенсия в Хакасии уже с января возрастет до 6 330 рублей, что все же ниже прожиточного минимума, установленного по России, на 24 рубля. Доплачивать будут из федерального бюджета. Для этого в пенсионном фонде уже предусмотрено 223 миллиона рублей. Методика не совсем она правильная и порочная. Те, кто живет в благоприятных климатических условиях, где расходы меньше, там выше прожиточный минимум. На севере, если бы установили 6 тысяч, они бы вымерли первую же зиму в районах Сибири и Дальнего Востока. Это слабо учитываются так называемые районные поясные коэффициенты. Депутаты еще вернутся к методике расчета и обещают в корне пересмотреть ее. Еще один вопрос, который обсудили на заседании – компенсация родителям, чьи дети посещают детские сады. Такие льготы существовали и ранее, но не касались частных дошкольных учреждений. С новыми поправками, которые рассмотрят на ближайшей сессии Верховного Совета, закона хватит и коммерческой организации. 10% ежемесячно будут возвращать и семьям, где за детьми присматривают и ухаживают в частных садах. У нас сегодня же частные есть, которые где там уход, там может быть даже нет учебного процесса, просто уход, питание. Вот в данном случае вот это предусмотрено 10% от того, что дети, родители платят. Я считаю, что это нормально, это позволит развитию вот этих вот систем, когда будут развиваться вот эти по содержанию ухода детей, частные будут содержания ухода детей, это будет нормально. А то, что как-то облегчает плату родителей. Сегодня по всей Хакасии уже открыли 20 частных детсадов. Стоимость мест таких дошкольных учреждений на порядок выше, чем в государственных. С нововведениями и компенсацией семьям вернут часть затрат, причем бюджет от этого не пострадает. В финансовом плане сейчас муниципалитеты будут устанавливать, они получили право законом размер родительской платы, но не выше того, который устанавливает правительство республики. И вот предварительная прикидка показывает, что поскольку скачка, повышения размера родительской платы не будет, возможно даже будет понижение, поэтому мы с Минфином вот согласовали именно в таком плане, что на сегодняшний день дополнительных размеров финансовых, вернее, вложений не потребуется. К депутату по личным вопросам. Теперь каждый желающий сможет обратиться к парламентариям за помощью, будь то больная тема ЖКХ, рост тарифов, социальные льготы и многое другое. Консультирует депутат Верховного Совета Лариса Карпова. Приемная открылась в 9-м поселке Черногорска в здании поселкового совета. Обратиться за своими проблемами можно в каждую третью пятницу месяца. Помимо Ларисы Карповой прием будут вести и другие парламентарии, закрепленные за данным избирательным округом, а также депутаты из состава горсовета Черногорска. Здесь не просто выслушают, но и помогут грамотно составить заявление и быстро получить ответ от необходимых профильных организаций. Проблемы одни, вопросы одни, и решать их нужно всем вместе. Эта неделя отметилась еще одним событием. Из Хакасии ушли первые призывники этой осени. В военкомате прошла торжественная отправка. Весь первый состав, 21 человек, отправится в Краснодар. Новобранца предстоит служить в войсках МВД. Кроме родных и близких, солдат пришли проводить сотрудники военного комиссариата, а также представители парламента. Традиционно первую отправку и все последующие отправки принимают участие представители Верховного Совета Республики Хакасия. И в особенности я хотел бы поблагодарить представители фракции «Единая Россия», которые активно присутствуют на всех торжественных отправках и дают напутственные слова нашим призывникам. За осенний призыв к месту службы из нашей республики отправят более тысячи призывников. Всего же в городах и районах на медкомиссии планируют вызвать 3,5 тысячи молодых людей до 27 лет. На этом у нас все за новостями Верховного Совета. Можно следить и в Твиттере по адресу, который сейчас вы видите на экране, а также в группе на сайте Одноклассники. Увидимся в следующую пятницу. Всего доброго.